Добро пожаловать на Амазонбург! Десять дней в непроходимых джунглях. Именно с этого места начинаются наши приключения. Даже, представьте, я боюсь, что нас ждет. Ребят, как думаете, зачем эта курица в моих руках? Офигеть! Всем привет! Мы находимся в Париже в аэропорту Шаль-де-Голля для того, чтобы сделать пересадку и полететь на Амазонку. Но для начала нам нужно долететь до города Лима. Это находится в Перу. Впереди 13 часов лета. Нас практически 30 человек. И мы чуть не опоздали на рейс, потому что пересадка была всего 40 минут. Аэропорт Шаль-де-Голля просто огромный. И мы реально заблудились здесь. В общем, мы опоздали на рейс, ребят. Было прикольно съездить в Амазонку. Все. Все. Ну, что все? На самолет стоит. Что, тебя не разведешь, типа того? Да. Что у тебя в сумке как? Знаешь, это Кейт Клэп снимает. Паспорт. Сип-карта. Это что? А где рюкзак такой модный взял? Это наш трансформатор travel. Видишь? В Перу. Что у меня здесь? Powerband. Заряд. Ты его только купил? Почему он у тебя в коробочке? Тебе тоже его выберут. Это у нас все входит. Серьезно? Да. Круто. Ну давай что-нибудь необычное. Пижама. Покажи. Это пижама? Да. Книга. Стратегия Голливого океана. Бабашку беру. О, нифига себе. Прикольный цвет. Где в одежду берете? Кто-то специально подбирает? Там шьют. Давай Blackstar оставь позади. Они и так позади. Добро пожаловать в Перу. Это одна из самых красивейших стран мира. Она находится прямо на Амазонке. Здесь джунгли, пираньи, анаконды, крокодилы и много всего. И Боря. Эй, Боря! Мы решили выйти на улицу, пока ждем всю группу. И первые ощущения жарко. Всем доброго перуанского утра. На самом деле мы поспали сегодня несколько часов. И сейчас нам нужно перелететь в самые-самые джунгли Амазонки. Лететь полтора часа и еще час на автобусе примерно. Это вот мама, она тут разруливает все темы. И Боря. Боря с мамой разруливает. Боря, сколько у нас в результате человек? 32 и еще 2 пролетели. Время 3 часа утра. Мы летим в город Икитос. Чем известен этот город, то что это единственный город в мире, куда можно добраться только на самолете, либо только по реке Амазонки. Туда нет дорог. Его окружают сплошные непроходимые джунгли. Самый прикол, что у меня нет абсолютно никаких прививок. И, в принципе, у всей группы они проставлены. Соответственно, мне страшнее всех. Сейчас постараемся максимально закупиться репеллентами и стараться ночью, там, не знаю, не гулять. Хотя Боря говорит, что у нас есть ночные активности. Скорее всего, там не будет связи. 10 дней в непроходимых джунглях. Добро пожаловать на Амазонку. Пахнет сыростью, как будто поле в каком-то находится. С землей такой. Мы прилетели в город Икитос. Мы сейчас сядем в лодки и поплывем по Амазонке в какую-то деревню и будем жить там. Четкие мотоциклы Хонда. Что мы сейчас делаем? Мы едем в отель, в котором бросаем все наши вещи тяжелые, потому что будем передвигаться на лодках. Соответственно, с чемоданами туда нельзя. Говорят, что лодки просто не выдержат такого большого веса. Поэтому оставляем все зимние вещи и все, что нам не нужно будет в течение этих 10 дней в отеле. И выезжаем в самые-самые что ни на есть амазонские джунгли. Наконец-то. Мы приехали в какую-то деревушку. Ребят, смотрите. Вот это круто. Это, кстати, не Амазонка. Это приток, который Нанай река называется. Он впадает в Амазонку. Здесь, кстати, зимой река становится полноводная. И сюда приплывают круизные лайнеры огромные. Поэтому, в принципе, это достаточно такое туристическое место. Вот там базар. А здесь вот можно по таким темам походить. Лайфхак, ребят. Хотите зайти к местным, дайте им денег просто. Они покажутся в свой быт. Кстати, у них тут не так жарко. Курятник небольшой. Серьезно? Да. Да. Именно с этого места начинаются наши приключения. Даже, представьте, я боюсь, что нас ждет. Какие опасности. Животные. Это Амазонка. Река Амазонка. Да, разного цвета река. Видите, вот начинается Амазонка. Она более красная. А эта более темная. В этих водах уже встречаются и кайманы, и анаконды, и пираньи. Но их очень сложно увидеть, потому что вода мутная. Первое впечатление в Амазонке такое, как будто спереди нас прошел шторм. И свалило большое количество деревьев, мусора. Все это перемешало. И выглядит, конечно, как каша грязная. Интересно, люди здесь вообще купаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет куза. Точно нет куза. Нет куза. Опа, смотри, держит. Все, поймали. Хейтера, хейтера поймали. Дим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Агрессивных отсаживают в клетки. В принципе, прикольно. Никогда не видел таких дружелюбных обезьян. И при этом с такими способностями прыгать, за все хвататься. Реально обезьяны-пауки. Прикольно, но очень жарко. Вы даже себе представить не можете. Такая духотища и хочется прям в воду прыгнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причалили. И смотрите, какая красота. Вот это круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, нифига, здесь даже бассейн есть. Ха. Да ладно. Вот это я понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле в это сложно поверить, что мы сейчас находимся где-то на Амазонке, в джунглях. Не знаю, как Боря нашел такой отель. Посмотрите. Здесь бананы висят. Есть бассейн. Погода супер. Жара. Прям какой-то лакшери отель. Все в москитных сетках. Обычно в трансформатор не попадают вот такие вещи. А Александр Кондрашев попадает. Ладно, что, парни, давайте за Амазонку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой на Амазонке рассвет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шесть утра. Мы едем встречать рассвет на Амазонке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас проверим сеть. Масса. Пиранья отсутствует. А что типо лакшери? Сардин, сухики, небольшая пиранья... Есть крокодила, но они спят. А ночью активные. А днем спят в воде. А еще говорят, что местные охотятся на крокодилов и делают из них барбекю. Вкусно, типа. Мясо похоже на курицу. Ребят, насколько я понял Вся самая жесть здесь происходит именно ночью Днем практически абсолютно безопасно Если вы сами на змею не наступите То вы ее вряд ли даже Сможете увидеть Очень много мелких обезьян на дереве Игуаны, птицы Получается, мы уехали от Акитоса Два часа примерно Мы чуть меньше двух часов И здесь все равно очень много людей Казалось бы, дикая амазонка Но здесь и поселения, и рыбаки Есть солнечные панели Не такая же она и дикая, но по крайней мере в этих местах Ребят, как думаете, зачем эта курица в моих руках? Мы сейчас едем на Амазонке, на рыбалку, на пираньи Дима предлагает ее сейчас убить А Боря хочет ее там убить Кто лучше, Боря или Дима? Вообще, ребят, едем к пираньям У нас с собой курица У нас с собой Боря И трансформатор Не, на самом деле, ребят Есть традиция такая Нужно, короче, в жертву Амазонки Приносить какое-то живое существо Если бы не это Мы бы никогда в жизни так не поступили На самом деле, Амазонка Очень похожа на нашу русскую Волгу Вот такое впечатление, что мы сейчас на Каспии Пытаемся выйти на Каспийское море Идем по Волге Примерно то же самое Даже цвет воды очень похожий Если вы летом в Астрахани Примерно такого же цвета вода Плавучие острова, куча бревен Все то же самое Птицы, эти орлы Парящие над водой Единственное только отличие, что очень много леса В Астрахани леса практически нету Так, ребят, сразу по технике безопасности Руки не суйте в пасть То есть они кусают все подряд Откусывают жестко То есть фаланги просто лишитесь Ни в коем случае не суйте руки в пасть Нажитка Наживка Да, нажитка И просто крючок А, ну видите, у них высокий крючок, чтобы не откусило Нужно делать вот так, чтобы пиранье почувствовали Но это не пиранье Это не пиранье Поехали? Поехали, давай в другое место Ядрен батон Вот, вот они, смотри, пиранье прям видно Бат, смотри, поднимайся так Ребята, давайте не будем на один бур Поймал, смотри Поймал Вот это пиранье О, пиранье, да Натерера Натерера? Да Жесткая Красивая такая, да? Это жесткая, да? Ой, жесткая, да У меня такие в аквариуме Да, вот твои маленькие зубы, как у человека Маленькие паку Опа, все Поймай О, вот это натера Вот это натера, красная Смотри, только в руки не бери, иди ему Ему дай Пиранье, тихо А, это не натера, это как-то другая Ой, ебой медь, смотри Давай, давай, сюда Вот, смотрите, сом пангациус называется У него вот ядовитые колючки Жесть Маленькая совсем Пила просто Амазонка, кишащая пираньями, оказалась не такой уж и кишащей Лично я поймать вообще ничего не могу Клюет не так активно, как показывают в видео Может, кажется, места не то Но пока мы поймали штук пять, наверное, рыб Охренеть, здорово каких-то наловили Вот это да Вот это я понимаю, рыбаки Вот удачи пожелали, пацаны Смотрите, наш трофей, да? А это девчонки наловили Приехали на остров, сейчас будем смотреть Анакондо настоящий Вот оно лежит Это не настоящая? Это настоящая? Да ты что? Да, смотрите, прыгает пеликан Офигеть Вот сейчас она покажет, как она задушит место Девчонки сразу себе сумочки представят, да? Чтобы вырастить до таких размеров, анаконде требуется порядка 20 лет В дикой природе достаточно сложно встретить ту же самую анаконду Вот именно в тех районах, где находимся мы Потому что здесь очень много людей Конечно же, они убивают и охотятся на всех этих животных Как родилов, анаконд Как они местные жители, у них нет цели сохранить это В основном стараются как можно больше добыть и продать Поэтому днем встретить этих животных практически нереально Они все выползают ночью Говорят, что после часа ночи и анаконды, и тот же кайман охотятся Вот эта ширина Амазонки Это на самом деле не вся ширина Потому что вот это остров И если заплыть за него То Амазонка будет примерно в 2-3 раза шире Глубина 20 метров Сюда могут спокойно заходить круизные лайнеры И огромные суда Правляемся в самые джунгли 30 минут пешком Сказали, все мои дети сапоги Я единственный, кто идет в кроссовках Река здесь разливается в половоде настолько сильно Мы сейчас идем от берега уже метров, наверное, 500 И здесь все в воде И по деревьям видно по отметкам На сколько уровень воды здесь поднимается Примерно на метр На улице такая жарища Здесь вся почва вулажная Идеальное место для анаконды Здесь всегда найдется где попить, где поесть Жесть, конечно Прикинь, ночью сюда приходишь Здесь все в крокодилах Вон, смотри, кто-то плеск, пресканулся, видел? Да И вон еще кто-то А может быть маленький крокодил, хер знает кто это Здесь самое опасное место Потому что есть стоячая вода Соответственно, очень много комаров Которые откладывают свои личинки И передают золотую лихорадку Главное, чтобы меня сейчас не укусил никто Вчера, кстати, познакомились с ребятами В городе Якитос Они работают в российском посольстве И просто приехали в этот отель отдохнуть на выходные И мы спросили про Айваску Они сказали, ребята, вообще не вздумайте эту херню пробовать Потому что почти каждую неделю отправляют груздвесину То есть отправляют мертвых туристов российских Это местный напиток, он делается из лозы В Мексике есть похожая вещь, она делается из кактуса Айваска, она делает вас, как бы погружает в потусторонний мир Ну, то есть вы близки к смерти Особенно, если правильно это все делать Вы ее пьете, потом вам вводится антидот Потом вы опять ее пьете, антидот То есть вас качают там состояние Вы умерли, воскресли, грубо говоря И вы по-другому начинаете смотреть на эту жизнь Я сказал, что вот только на прошлой неделе Одну девчонку отправили, которая умерла Поэтому мы решили, что Лучше эту тему даже не пробовать Потому что есть риск, что вы просто отъедете Но у нас желания попробовать Айваску нет Пишите в комментах Возможно, конечно, вы пробовали Поделитесь своим опытом, будет интересно Или хотите попробовать А еще, кстати, говорят, что многие предприниматели Такие, как Илон Маск, Цукерберг И прочее, они по 2-3 раза в год Приезжают в джунгли И проводят здесь по неделе, по 2 Употребляя вот эту вот хрень Но мне кажется, это все байки В общем, интересно ваше мнение Напишите в комментариях Всем доброго китовского утра Мы находимся на Амазонке Вылетаем в Лиму Это столица Перу Влететь нам полтора часа Время 6 утра И дальше у нас продолжается программа Уже по окрестностям Лимы, насколько я понимаю Что мы будем делать? Первое Это мы хотим покататься по дюнам На квадроциклах И потом сядем в маленькие самолеты И будем летать, смотреть Все, наверное, видели вот эти круги Которые на полях делают И никто не может понять Откуда это инопланетяне Или это все-таки люди делают Поедем, посмотрим эти красивейшие рисунки В принципе, не так уже много времени осталось Амазонка, конечно же, впечатлила Но не настолько, сколько хотелось Все-таки хотелось оказаться прямо в кино Увидеть этих огромных анакон в дикой природе Пираньи, которые просто кровожадно раздирают Любой кусок мяса, любую курицу Да все, что угодно, что засовываешь в воду Вода должна кипеть, но у нас такого не получилось В предстоящих поездок Следующая будет круиз в Японию Мы с Настей очень давно мечтали поехать в Японию Поэтому ждали этот круиз практически год И поедем Крутой компанией, которая называется Silver Sea Это одна из самых топовых круизных компаний в мире И плюс одно из топовых мест в мире Япония Все говорят, что она очень сильно отличается от Азии Поэтому постараемся максимально для вас поснимать Кстати, едем первый раз такой длинный круиз Он будет длиться практически 14 дней Посетим очень много интересных городов Закончится круиз на Филиппинах Это единственная страна, где разрешают снимать на камеру Вот здесь непосредственно самого самолета Все вообще по барабану Никто даже ни слова не сказал В общем, ребята, первый раз сижу в кабине пилота Смотрите, у них какая штука там дымится Влажность Моей Эй, рот В земле Окей Спасибо большое Окей, до свидания МОТОП Спасибо Под�кСп Gom ! Мы сомневаемся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К слову ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ОНЕМАТИВна КОТОРА Что unemployment? Мы приехали в Double 3 Hotel, который находится в четырех часах от Лимы. И смотрите, какой здесь космос. О, на закате. Судя по всему, тот бассейн горячий, а этот бассейн холодный. Потому что все сидят в том. В таких местах чувствуешь себя человеком, свободным человеком. Субтитры сделал DimaTorzok и также всей команде Трансформатора за то, что они меня пригласили в это путешествие по Амазонке. Я наконец-то побывал в Перу, половил пираньи. Если вам понравился выпуск, обязательно поставьте лайк. Также оставлю ссылочку на Диму Портнягину. Кто еще не подписан на канал Трансформатора, переходите, подписывайтесь. Надеюсь, вам все очень понравилось. На этом у меня все. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...